Уважаемый Александр Иванович и Игорь Викторович, я, Попова Елена Викторовна, житель села Кожевина, Петровский район Саратовской области, вынуждена обратиться к вам за помощью. В нашей семье произошла трагедия, и в случившемся, я уверена, виноваты сотрудники полиции. Поэтому, чтобы ситуация была дана объективная оценка, мне приходится выступать с видеообращением. В апреле 22-го года моему брату Александру Викторовичу был выписан штраф в размере 500 рублей за нахождение в нетрезвом виде в городе Петровске. После этого он уехал в Саратов на работу. Наш участковый полиции позвонил ему, чтобы тот приехал 13 июня на суд по административке. Но когда брат прибыл в суд, ему пояснили, что документов по этому делу нет, и он поехал домой к матери в Петровский район. Через день ему позвонил участковый полиции и спросил, почему он не приехал на суд. Александр сказал, что там был, но документов у них не оказалось. 20 июня в 16.00 по адресу села Кожевина улица Рабочий, дом 47, где проживал брат и наша мать, приехали полицейские. Они посадили брата в машину и увезли. Также в полицейской машине находилась жительница села Кожевина Татьяна Блинкова. Она потом рассказала, что полицейский сильно кричал на моего брата, угрожал, что когда привезут в участок, он ему разобьет все лицо. Полицейские ругались, говорили, почему мы должны ехать за тобой. Татьяна Блинкова также рассказала, что их привезли в суд в Петровск. Потом брату надели наручники и увезли на другой машине. Она спрашивала, почему они кричат на него, и просила, чтобы их отпустили вместе. Но полицейский сказал, что мой брат будет ночевать в отделе. Утром около 9.30, 21 июня, я позвонила в отдел полиции города Петровска, и мне ответили, что отпустят 22 июня. Но 22 июня, после 16.00, брат не пришел домой. Я позвонила в отдел, и мне сказали, что он в реанимации, у него белая горячка, и бросили трубку. Откуда может быть белая горячка, когда он не пил, а ездил на суд? Находился в отделе полиции с 20 июня. Тогда я позвонила в больницу Петровска, и они подтвердили, что брат у них. Утром 23 июня я поехала в больницу в реанимацию к брату. Врач сказал, что днем ранее, в обед, его привезли полицейские в состоянии комы второй степени, и что у него отек мозга. А в 18.00 мне позвонил врач и пояснил, что за братом приедут врачи из Саратова. За ним приехали и увезли в больницу в Саратов. В 23.30 я узнала, что его повезли на операцию, а рано утром следующего дня позвонила наша мама и сказала, что операцию провели, но сердце остановилось. Когда мне удалось рассмотреть тело брата, то на нем не оказалось креста. Я обратилась в отдел полиции Петровска. Там я услышала, как начальник отдела кому-то крикнул, вы что, не смогли уследить за ним? То есть речь шла о брате. В кабинете мне отдали цепочку с крестом. В кабинете находился Соловьев Олег. Он не знает, в какой он должности сейчас. И начальник изолятора. Они меня спросили, вы что думаете, что его били? Я спросила, откуда у него гематома на голове? Они ответили, что здесь уже как 10 лет никого не бьют, потому что установлено 16 камер. Но видео, где ему стало плохо, мне не показали. Потом начальник изолятора сказал, что мой брат в камеры ходил, пил воду и разговаривал с унитазом. Я так поняла, он имел в виду, что у него была рвота. Так почему они не вызвали скорую, видя, что ему плохо? Потом сказал, что брат стал садиться на колени. Пришла медсестра, и они его увезли в больницу. Полицейские сказали, что он все равно бы умер, потому что он пьяница. Нам выдана справка о смерти брата, в которой указано, что причина смерти – травма головы, контакт с тупым предметом 22 июня. Из сложившейся ситуации следует, что как минимум речь может идти о халатности сотрудников полиции, а как максимум о превышении должностных полномочий с применением насилия и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Ведь когда брата забирали в полицию, он был жив, здоров и трезв, а потом откуда-то появилась травма головы, от которой он и умер. Причем врачей ему вызвали не сразу, а когда он был уже в коме. Его погрузили в полицейскую машину и так повезли в больницу. Я прошу провести по изложенным фактам тщательную проверку и привлечь виновных в смерти моего брата лиц к ответственности. Я опасаюсь, что эта трагедия не будет иметь для виновных последствий, что все представят как несчастный случай. Очень прошу вас, Александр Иванович и Игорь Викторович, разобраться в ситуации и взять дело под личный контроль.